Здравствуйте, уважаемые десятиклассники! Сегодня у нас урок геометрии. Мы с вами договорились работать теперь по четкому расписанию. Так, урок геометрии мы сегодня проведем, повторяя курс планиметрии предыдущих классов. Но повторять курс планиметрии мы будем на задачах на построение. Поэтому тема нашего урока сегодняшнего геометрия, урок номер два и тема урока решение задач на построение. Сегодня на уроке мы повторим, как решать простейшие задачи на построение и повторим этапы решения задач на построение. Поэтому получим такое домашнее задание. Сегодня отправлю вам презентацию, которую вы посмотрите с простейшими задачами на построение. Затем нужно посмотреть видео уроки по тем, ну по ссылке. Я там две ссылки вам отправлю в презентации. Два довольно интересных урока по решению задач на построение. Но эти уроки, вас не должно смутить, что эти уроки для седьмого класса. Потому что то, что мы сейчас будем повторять, это материал седьмого, восьмого, ну и девятого класса. Затем повторить простейшие задачи на построение. Повторить простейшие задачи на построение, это значит уметь выполнять простейшие построения. И еще решить две задачи на построение, которые будут для вас записаны в презентации. Но решить не просто вот на черновике, выполняя последовательно все этапы решения задач на построение. Надо выполнить решение этих задач. И решенные задачи сфотографировать и прислать мне на электронную почту. Пока связь через электронную почту. Так, ребят, по поводу дополнительных в субботу. Откуда у вас такая информация? Я не знаю. Пока даже я еще не знаю. Давайте я выясню, будем разговаривать. Хорошо? Так, все, давайте работать. Так, итак, решение задач на построение. Ну, очень бы хотелось... Так, очень бы хотелось... Вы что сейчас видите? Доску? То, что я вижу на экране? Да, сегодня геометрия. Тетрадь. Это доска такая. Так, значит... Что такое задачи на построение? Чем вообще задачи на построение? Ну, отличаются от других задач в геометрии? Ну, мы с вами, наверное, помним, что мы решали задачи по геометрии, так называемые вычислительные, когда определяли задачи, ну, геометрические зависимости, которые выражены в свойствах, признаках геометрических фигур, может быть, даже иногда ссылаясь на определения, ну, и решали задачи вычислительного характера. Кроме того, в геометрии решались задачи на доказательство какого-то утверждения, в задаче, если есть какие-то там будут исходные условия. И есть еще такой тип задач в геометрии, как задачи на построение. Поэтому вы сегодня в своей тетрадке по геометрии записываете решение задач на построение, а дальше, пожалуйста, напишите простейшие задачи на построение. Ну, сначала давайте мы с вами поговорим про простейшие задачи на построение, потом будем говорить про этапы. Вот вам знакомы такие слова, простейшие задачи на построение, и что это за задачи? Ну, давайте конкретнее задам вопрос, какие фигуры мы строим, или какие элементы, например, находим в фигурах, выполняя простейшие задачи на построение, выполняя решение простейших задач на построение. Может кто-нибудь ответить? Углы. Так. А точнее? А как бы мне еще знать, кто отвечает, а не безымянные ответы получать? Медианы. Так. Медианы. Высоты. Ага. Ага. Ну, хорошо. Давайте начнем с того, что... Какие задачи... являются задачами на построение? Как мы решаем задачи на построение? Да. Да. Правильно Никита говорит. Вот я вам не задала вопрос. Задачи на построение, это что за задачи? И давайте я вам более конкретно задам вопрос. С помощью каких принадлежностей можно выполнять решение задач на построение? Да. Циркуль. Да. Согласна. И все? Карандаш. Тоже согласна. И все? Линейка. Согласна. Все? А линейка можно даже без деления. Ответ я ваш получаю. Палочкой. Палочкой какой? Счетной? Карандаш. Согласна. Ну, давайте тогда поговорим о том, что... Вот ответ был. Полукруг. Есть же... А, имеется в виду линейка, как дощечка. Ну, тогда продолжай. Транспортир. Кто-то отвечает. Так. Ну, все. Хорошо. Назвали инструменты, с помощью которых решаем задач на построение. Ну, и позвольте мне еще вот такой вопрос задать. А вот та линейка, какой особенностью должна обладать, чтобы мы ею пользовались, решая задачи на построение. Так называемые задачи на построение. Какая особенность должна быть у этой линейки? Ну, кто-то уже попытался мне ответить. Можно даже без делений. Никто ничего добавить не хочет. На ней не должно быть делений, верно говорит Никита. Так вот, значит, чтобы решать задач на построение, мы должны пользоваться линейкой без делений, циркулем, карандашом, ну, и может быть, там, вот, резиночка. Так, почему... Какие мы выполняем построения с помощью циркуля? Какие построения с помощью циркуля? Какие функции выполняет нам циркуль? Ну, не страшно же, самое простое, что мы можем сделать, это что? Построить окружность. Круг, кто-то говорит. Верно. Еще, еще, зачем нам тот циркуль нужен? Вот у меня такой циркуль есть, очень примитивный, но будем окружность, полуокружность, откладывание равных отрезков. Верно говорит Никита. Отложить равные отрезки. Слово градусы не совсем понимаю, как с помощью циркуля, но, наверное, это что-то к построению углов равных заданному углу относится, да? Слово градусы. Ну, это называется я, да, хорошо, вот видите, я за вас немножко домысливаю. Ну, хорошо. Хорошо, значит, откладываем отрезки равные данному, и можем провести окружность, полуокружность, ну, либо сделать какие-то засечки раствором циркуля заданным и равным определенному, длине определенного отрезка. Так, а какие мы можем выполнять операции с помощью линейки? Просто проводить линии, да. Просто проводить линии, чертить линии, верно ребята говорят, ну, или соединять, верно, точки. Кто ответил соединять точки? Так, итак, верно, а измерять длину отрезков можем линейкой? Можем. Так, а почему мы тогда циркулим? Понятно. Так, измерять длину отрезков с помощью линейки мы не можем, мы недаром сказали, что линейка не должна содержать делений. Так, ну, давайте вспомним, какие бывают простейшие задачи на построение. Значит, ну, вот первая задача построить отрезок равный данному. Ну, показываю вам. Есть отрезок. Нам нужно построить отрезок равный данному. Ну, слово равный говорится о длине отрезка. Как? Проводим линию. Да? Прямую линию. С помощью линейки без делений ставим на этой линии точку. Берем циркуль. Измеряем раствором циркуля. Вот ставим ножку циркуля в один конец отрезка. И раствор циркуля равный длине отрезка. Затем, не изменяя раствора циркуля, переносим ножку циркуля вот в эту точку, которую поставили. И отмечаем на отрезке. Делаем такую засечку, которая нам укажет на вторую точку. И мы получаем отрезок, например, А, Б. Название точек покажем. Который равен вот этому отрезку длиной А. Очень простое построение, поэтому называется простейшее построение. Следующее построение. Просто сейчас линейку без делений трудно купить. Ну и ладно, с этой трудностью можно бороться. Возьми линейку с делениями и не обращай на них внимания, Никита. Есть угол. Нужно построить угол, равный данному. Ну, пусть нам дан какой-то угол. Изображаю угол. Мы сейчас с вами чем занимаемся? Мы повторяем, как выполнять вот эти простейшие задачи на построении. Как решать. В дальнейшем они нам будут только помогать. Мы будем говорить строить угол, равный данному, и строить, уже особо ничего не вспомидая и не объясняя. Пусть вот этот уголок величиной альфа. Нам нужно построить угол, равный вот этому углу. Если у нас в руках есть только линейка и циркуль, и никакого транспортира, и не можем мы измерить, сколько градусов содержит величина, выражена величина в градусах, как, ну, сколько градусов равен этот угол, да? Берем, я уже вам напоминаю, берем, опять линию проводим. На этой линии ставим точку. Пусть это будет точка А. Ну, пусть будет А. Нам нужно вот, теперь вам, наверное, понятно, что мы сейчас построим угол с вершиной в точке А. Берем циркуль, ножку циркуля, или острие циркуля, ножку, ставим вершину заданного угла. И делаем вот так на стороне угла засечки. Проводим такую вот, ну, как сказать, часть окружности, засечку большую. Вот. Ну, поскольку у меня циркуль на этой доске не оставляет линии, вот я вам воспроизвела эту линию. Я ее сделала циркулем. Теперь, не изменяя раствора циркуля, я ставлю ножку циркуля острие вот сюда, в точку А. И тоже вот делаю такую засечку, чтобы она пересекла вот эту вот прямую, которую мы провели. Ну, тоже я ее проведу черным цветом, чтобы было видно, что это засечка. Дальше я что делаю? Я вот эта вот засечка на заданном уголке на сторонах пересеклась со сторонами угла, и пусть это будет точка УК и точка Л. Значит, я теперь ставлю ножку циркуля вот сюда в точку К, беру раствор циркуля равный КЛ, переношу, а эта точка, пусть у нас будет Б, в точку Б, и на вот полученной засечке, вот засечку радиусом равным длине отрезка КЛ провожу, получаю вот на пересечении двух засечек, я получаю точку С. Теперь я эту точку А соединяю с точкой С. Я получила угол БАС, угол БАС, который равный углу данному, заданному углу. А заданный угол у нас был величиной альфа. Построила равные углы, использовала только Кломастер, только циркуль и только линейку без делений. Это опять простейшее построение. Но если вспомнить, почему я должна верить, что вот этот уголок тоже альфа, я рассмотрю, вот здесь вот поставлю точку в вершине угла, рассмотрю треугольник, это уже я вам просто объясняю, напоминаю, КОЛ и треугольник БАБЦ, или, ну, БАЦ, называю вот такой последовательностью вершины, БАЦ, и могу смело сказать, что эти два треугольника равны по трем сторонам. ОК и ОЛ это радиусы вот первой засечки. Засечки такими же радиусами мы сделали АБ и АЦ, чтобы получить отрезки на сторонах, ну, нового угла, да. И засечка радиусом КЛ, вот здесь вот, вернее, засечка БЦ равна длине радиуса КЛ. То есть, ну, увидели равные стороны, да. Значит, раз у нас треугольники равны по трем сторонам, а в равных треугольниках против равных углов лежат равные стороны, и против равных сторон лежат равные углы, значит, против стороны БЦ и стороны ЛК, если мы соединим вот эти вот стороны и будем говорить четко про отрезки, то мы скажем, что лежат равные углы. То есть угол мы действительно получили равный данному. Вытираю. Дальше. Следующее простейшее построение было провести серединный перпендикуляр к отрезку. Ну, раз проводить надо серединный перпендикуляр к отрезку, значит нам отрезок задан. Рисуем отрезок. Ну, вот отрезок. Пусть этот отрезок АБ. Чтобы провести серединный перпендикуляр к этому отрезку, я опять беру в руки циркуль. Ставлю ножку циркуля сначала в один конец отрезка. И беру раствор циркуля радиусом равным больше, чем половина отрезка АБ. Чуть больше половины отрезка АБ. И провожу засечки вот с одной и другой стороны отрезка. Ну, давайте, если я нечетко по засечкам проведу, то вы будете понимать, о каких засечках я веду речь. Я вам циркулем показала. Теперь ставлю ножку циркуля в эту точку и провожу засечки вот здесь вот. Значит, засечки сверху отрезка и внизу отрезка пересеклись. Теперь я беру и точки пересечения засечек наших соединяю. Все, я выполнила простейшее построение. Я провела серединный перпендикуляр к отрезку АБ. Здесь угол будет прямой. И пусть это будет точка, например, О, точка пересечения перпендикуляра. Перпендикуляр обозначу маленькой буквой П. Вот. И я могу смело сказать, что вот эта вот прямая П перпендикулярна к отрезку АБ. Записываю. И что длина АО, длина отрезка АО равняется длине отрезка ОБ. Есть. Почему? Давайте с вами посмотрим. Засечка определенного радиуса, определенного радиуса и такого же радиуса засечка. Вот здесь вот, то есть у нас получается, если мы соединим треугольничек, например, АБ и тут точка пересечения, пусть будет С, треугольник АБС получился равнобедренный, засечки одинакового радиуса. Теперь дальше. Равнобедренный. И вот этот вот треугольник, если мы посмотрим, тоже равнобедренный. А если мы рассмотрим четырехугольник АСБД, то он у нас будет ромбом, потому что у нас засечки все одинакового радиуса проводили. Ну, можем говорить диагонали ромба перпендикулярны. А в седьмом классе мы это как-то попроще объясняли, еще не знали о диагонали ромба. Как объясняли, это вам, пожалуйста, вспомните мне рассказать. Поверили мне, что это перпендикуляр? Теперь поверили мне, что он серединный перпендикуляр? Ну, раз он перпендикуляр, то это высота в треугольнике АБ. АСБ в равнобедренном, а высота в равнобедренном треугольнике есть бисектриса и медиана. И еще одно простейшее построение, которое я вам хочу показать, это построение бисектрисы угла в треугольнике. Не в треугольнике, бисектриса угла просто, просто угла. Прорисуем угол. Ну, а в треугольнике, раз этот сумеем построить, то и в треугольнике построим. Так, угол. Берем опять циркуль. Ставим ножку циркуля в вершину угла. Проводим засечки, ну вот какого-то радиуса. Засечка. Эта засечка, пусть вершина угла будет А, пересекает стороны угла в точках В и С. Теперь я ставлю циркуль в точку В. Делаю вот здесь вот засечку. Точку С тоже провожу засечку раствором. Ну, здесь любым раствором, в принципе, можно проводить. Вот засечки пересеклись. И мы соединяем точку пересечения засечек с точкой А. Вот здесь точка Д. И мы разделили угол пополам. Угол ВАД равняется углу САД. А тем самым мы сказали, что луч АД есть бисектриса угла. Вот это построение простейшее. Когда мы будем решать задачи, то мы будем решать эти задачи, выполняя четыре этапа построения. А этапы решения задач на построение такие. Первый этап – дано, который записывается дано. Либо уголки рисуются, либо отрезочки рисуются. И никаких длин не записывается. Первый этап. Следующий этап называется анализ. На этапе анализ, я вам в презентации все пришлю, вы увидите. Мы считаем, что задача построена, что фигура построена, задача решена. И смотрим, какие есть геометрические зависимости. Дальше идет этап построения. Выполняется само построение с помощью указанных нами сегодня принадлежностей. Чертежных, чуть строительных не сказала. Дальше доказательства мы должны доказать. Ну вот так, как я вам пыталась доказать, что да, вот угол разделен пополам. Или да, отрезок пополам. Или да, мы построили угол, который равен вот этому. И доказательства. Пятый этап называется исследование. Я вам потом расскажу о нем. И в общем все. Вот такие этапы решения задач на построение. Все это у вас в презентации будет записано. Все это вы знаете. Просто просмотрите еще видео уроки. И сможете решить одну задачу на построение дома. А потом мы с вами на следующем уроке это обсудим. Ну и на сегодняшний урок, наверное, у нас время подходит к концу. Поэтому хочется... Время урока, я верно думаю, заканчивается. Поэтому хочется с вами сказать вам до свидания. Спросить. Вот это вот еще все понятно. Но это должно быть понятно. А вообще решение это простейшие построения, которые вы просто в памяти, так сказать, достанетесь. Продолжение следует... Продолжение следует...